Сегодня состоялось пленарное заседание очередной второй сессии областного маслехата. На нем депутаты обсудили главный вопрос повестки дня областной бюджет на 2021-2023 годы. Кроме того, утвержден план работы областного маслехата на текущий год. И на какие сферы выделено больше всего средств, об этом расскажем в следующем материале. Руководитель областного управления экономики бюджетного планирования Гулькасима Суинтаева сообщила, что в рамках уточнения бюджета предусмотрены средства на строительство, средний капитальный ремонт, а также мероприятия, требующие дополнительных средств на общую сумму 18 миллиардов тенге. Уточнение бюджета произошло в основном за счет остатка на начало года, увеличения поступления, административные штрафы, ИПН, социального налога, а также внутренних резервов. По текущим бюджетным программам предусмотрено выделение 13 миллиардов тенге. По программам бюджета развития предлагается выделение 4 миллиардов тенге. Кроме того, из общей суммы предусмотрено выделение средств областным управлением энергетики ЖКХ 2,5 миллиарда тенге. Пассажирского транспорта и автомобильных дорог 559 миллионов, образование более 3 миллиардов, здравоохранение 9 миллионов тенге и другим. Так, управлению строительства области выделено свыше 1 миллиарда 100 миллионов тенге. Эти средства позволят сократить количество трех сменных и аварийных школ, построить 4 средние школы в Мугалжарском, Иргинском, Хабдинском районах. Будут разработаны 13 проектно-сметных документаций на строительство 4 спортивных залов, 7 пристроек для городских школ, интерната на 300 мест для лицея-интерната «Былемыновации» Хабдинской школы-гимназии. Планируется выделение средств на строительство четырех домов в жилом массиве Нур-Ахтубе и начато строительство пяти арендных домов в Этикибинском, Каргалинском, Уиловском и Храмтауском районах. Также на заседании была зарегистрирована депутатская группа Ассамблей народа Казахстана по вопросам общественного согласия. В нее вошли пять депутатов, представители разных национальностей, Лазарчук, Волненко, Ергазина, Щегельский, Вишняк. Целью депутатской группы является оказание содействия в получении правовой и иной помощи Ассамблея народа Казахстана области и их этнокультурных объединений. Кроме того, на ассессии были внесены изменения вставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных источников. Рассмотрены вопросы изменения состава общественного совета области, состава комиссий, а также утвержден план работы областного масляхата на текущий год. На текущий год много планов. Многие из них будут реализованы благодаря бюджетным средствам, которые были уточнены вами сегодня. Мы готовы поддержать все ваши предложения, поскольку они направлены на улучшение благосостояния населения, повышение качества жизни актюбинцев и позволят решить важные проблемы. По всем вопросам повестки дня депутатами были приняты соответствующие решения. Анастасия Евсеева, Женариль Сагиев, Самат Каликенов, Телеканал, ОКТЕБЕ.